Дети Кубани Из бюджета более 10 миллиардов рублей, из федерального 900 миллионов рублей, из местных бюджетов муниципальных образований 100 миллионов рублей. Для воспитания и образования кубанских детей. Приоритетом являются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2018 году различными формами отдыха и оздоровления было охвачено более 144 тысяч детей. В этом году с началом летних каникул путевки на оздоровление уже получили около сотни юных сочинцев. О краевой подпрограмме «Дети Кубани» и в целом о госпрограмме Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» нам рассказали в Управлении соцзащиты населения Сочи. В настоящее время до Управлений уже доведены основные квоты. К слову сказать, каждый год количество путевок увеличивается. В настоящее время мы уже осуществили первые заезды деток. Значит, и на сегодняшний день у нас 83 ребенка получили путевки в санаторий и в лагеря. Первого числа мы направили очень большую группу. Это Туапсинский район и Геленджик. То есть большая колонна шла детей, вернее автобусов с детьми. Дети поехали на оздоровление. К слову сказать, продолжительность оздоровления, если это санаторий, то это не менее 24 дней. Если это лагеря, то это не менее 21 дня. Поэтому все здравницы, все лагеря, все санатории, перед тем, как принять детей, естественно, проходят проверку и получают доступ, и получают одобрение комиссии. Специалисты органов социальной защиты осуществляют регулярный мониторинг предоставления государственных услуг этих здравниц. И, соответственно, чтобы наши дети получали полноценное оздоровление, полноценные услуги, качественные услуги. И делается все для этого как Министерством труда и соцразвития Краснодарского края, так и Администрацией Краснодарского края. Это краевая программа, соответственно, Администрация края стоит, так скажем, на страже защиты интересов детей. И в рамках краевого закона 849-х о праве на отдых и оздоровление детей Просчитывается потребность различных муниципальных образований, в том числе и города Сочи, предоставление путевок. Поэтому делается все для того, чтобы максимально большее количество охватить оздоровлением, занятостью в летний период. И чтобы наши дети смогли получить заряд бодрости. В Краснодарском крае на протяжении нескольких лет последних доля оздоровленных детей достаточно высока. Это получается порядка 90% деток, подлежащих оздоровлению, поэтому достаточно большие цифры. По данной программе предусмотрено выделение путевок различным категориям деток. Это и детки-инвалиды, это и просто детки, которые у нас состоят на учете в управлении и являются получателями любых социальных выплат. Будь то это детское пособие, либо это субсидии, либо это государственная социальная помощь. И возрастная категория разная деток. То есть, если это детки-инвалиды, то они имеют право через органы социальной защиты по данной программе получить бесплатное санаторно-курортное лечение для ребенка-инвалида в возрасте от 4 до 17 лет в сопровождении одного из родителей. Если же это ребенок, не являющийся инвалидом, просто обычный, являющийся получателем мер социальной поддержки. Значит, это ребенок должен быть в возрасте от 7 до 15 лет, вот, и ему предоставляется путевочка в летний оздоровительный лагерь. Третья категория детей, которая у нас может оздоровиться, это детки, которые от 7 до 17 лет, они также имеют право поехать в санаторий, вот, но без сопровождения родителей. Краевая подпрограмма «Дети Кубани» достаточно обширна и решает самые разные вопросы, в том числе проблемы детей-сирот, а именно в вопросе предоставления жилья. К слову, в прошлом году за счет краевого бюджета для них было приобретено 792 жилых помещения. А еще «Дети Кубани» – это профилактика безнадзорности несовершеннолетних, которая также решается с помощью программы оздоровления. Кстати, ее активные участники – дети из многодетных семей. Что касаемо многодетных семей, у нас основной закон, который действует на территории Краснодарского края, и он гласит о социальной поддержке многодетных семей, это 836 закон. В законе различные направления поддержки идет, это и то, как бесплатное получение лекарств детям до 6 лет по этому закону, это и льготное предоставление путевок в детские дошкольные учреждения, первоочередное. Это и предоставление субсидий на льготных условиях, это и в том числе первоочередное предоставление путевок. И, к слову сказать, большая часть из вот этих путевок, которые я уже озвучила, это было предоставлено многодетным семьям. Доминирующая, так скажем, часть – это все-таки дети из многодетных семей. И, конечно, отрадно, когда семья имеет право и хочет направить по 3-4 ребенка одномоментно в здравницу. Краевое руководство, и в том числе наше непосредственно Министерство труда и социального развития, безусловно, уделяется огромное внимание различным категориям граждан. Много уделяется внимания многодетным семьям, малобеспеченным семьям. И я уже повторю, что даже сейчас взять из 83 детей, которых мы направили на оздоровление и отдых, 63 – это дети из многодетных семей. К слову о многодетных. В этом году 900 многодетных семей на Кубани получат землю под строительство домов. Руководство края уделяет внимание всем нюансам, в том числе к качеству предоставляемых участков, которое не должно вызывать вопросов, подчеркивает губернатор. Внемин Кондратьев потребовал обращать особое внимание на наличие необходимой вокруг территории инфраструктуры. На случай отсутствия условий для предоставления земель глава региона поручил разработать альтернативные инструменты компенсации многодетным семьям. Земельные участки сегодня должны однозначно многодетным семьям быть предоставлены. Однозначно предоставлены. Они еще должны быть с инфраструктурой. Вот в чем проблема. А у нас либо участки дают непонятно где, не доедешь – не дойдешь до этих участков. Еще плюс – бездорожная инфраструктура и любой инфраструктуры. И возможности предоставить участков, как самих участков земли нет. Так, естественно, и инфраструктура дорогая. А может быть альтернатива будет дешевле. Давайте просто посчитаем для начала. Здесь надо посмотреть очень удумчиво ситуацию. И найти вот такой алгоритм, я считаю, надо не одним путем идти, а несколько. И исходя из реальности, давайте посмотрим на другие способы решения этой задачи. Всего в Краснодарском крае с 2011 года муниципальными властями, многодетным семьям предоставлено более 15 тысяч земельных участков под строительство домов. Помощь от психологической до материальной. Такую поддержку почти 4 тысячи многодетных родителей сейчас оказывает Союз Кубанская Семья. Одна из активно работающих инициатив – народные обеды. Это когда раз в квартал выдают продуктовые наборы. Содействуют родителям и в приобретении билетов на концерты, парки развлечений, а также проводят юридические консультации. Организацию посетила куратор соцблока Краснодарского края Анна Менькова. А в неформальной беседе она пообщалась с активистками Союза. Этим мамам не платят зарплату, потому что каждодневный труд в Союзе и есть их жизнь. А лучшая награда – это достижение детей. Пока дома ждут свои малыши, женщины занимаются фасовкой народных обедов для других семей. Ежеквартально тысяча таких наборов расходится по всему краю. Всероссийский добровольческий проект запустил благотворительный фонд «Продовольствие Русь» два года назад. Как происходит процесс фасовки, вице-губернатору Анне Меньковой показала председатель Союза многодетных семей Светлана Неделько. Мы благодаря этому фонду имеем вот такое оборудование. Мы сами это все взвешиваем, фасуем. Пять видов круп и бутылка масла. Все это формируется в такой пакет. Вот видите, на такие обычные белые пакеты клеятся вот эти вот штуки. Они содержат рисунки именно той продукции, которую мы выдаем. И по итогу это выглядит вот так. То есть семья получает вот такой набор, в котором по полкило. Работа Союза распределена между кураторами по кругам. Где-то семей больше, где-то меньше, отмечают активистки. Но список нужд всегда схож. Помочь с продуктами и одеждой, организовать праздник или даже просто передвинуть мебель. В кубанской семье чужих проблем не бывает. Семьи обращаются к нам непосредственно по территориям. И уже мы выносим этот вопрос на обсуждение в актив. И все получается. И от этого мы получаем кучу даже неблагодарностей. А ты понимаешь, что день прошел не зря. Что сегодня мы принесли кому-то добро. А добра хотелось бы делать больше, подчеркивает Светлана Неделько. То, что наболело, рассказывает вице-губернатору. Одна из главных задач – открыть филиалы Союза по всему краю. Сейчас уже активно работает 22 отделения. Семейные центры становятся хорошим подспорьем для многодетных в глубинке. Из Краснодара туда доставляют продовольствие, вещи. И горизонты такой помощи необходимо расширять. Подняли тему обеспечения детей билетами в цирк и театр. А также возможность покупать их по договоренности с организаторами за полцены. Сегодня крупные предприятия, бизнесмены и компании в силах помогать многодетным семьям, подчеркивает вице-губернатор. А многие из них поддерживают союз на постоянной основе. Например, выдают бонусные карты, делают скидку на ремонт техники, обеспечивают билетами на футбольный матч. Безусловно, то, чем вы занимаетесь, это очень благородно. Я рада знакомству. Я вижу, что вы действительно бойцы. Объединяет жизненные трудности или вас объединяет какая-то другая цель? Что все-таки первое? Что основное? Основное, на чем я 9 лет назад строила свое желание объединить многодетные семьи, это показать молодежи и другим регионам, что Кубань всегда была изначально многодетной, и что мы, несмотря ни на какие трудности, безумно счастливы, что у нас есть такая миссия воспитывать трое более детей. Именно команда «Иззаимовыручка» помогает справиться со всеми трудностями, рассказывают активистки из кубанской семьи. И дело даже не в стальном характере или энергии. Просто каждая из них когда-то решила стать многодетной мамой. Как приготовить вкусный завтрак для четверых детей и успешно развивать свой бизнес? Это точно знают семьи Фроловых и Давыдовых из Краснодара. Несколько лет назад они получили 90 тысяч на развитие своих небольших компаний. Успешно вложили деньги и теперь снова думают о расширении. Многодетные семьи навестила вице-губернатор Анна Менькова. Замглава региона посмотрела, как живут ребята и их родители, а также чем увлекается подрастающее поколение. Екатерина Фролова – мама со стажем. Старший сын уже постигает науки в аграрном университете, а вот младший только готовится пойти в ясли и учится говорить. Всего у женщины четыре мальчика, и воспитывает она их одна. Конечно, на помощь ей всегда готова прийти бабушка, да и сама Екатерина на месте не сидит, занимается бизнесом. Женщина – организатор праздников, а еще преподает в университете. Удивительно, но и время на себя находит. Главное, что сыновья дают маме почувствовать себя красивой и молодой. Так как я девочка, я им об этом все время напоминаю, я говорю, я же девочка, мне нужна же помощь, я же девочка, я же должна делать легкую работу, а вы мне помогаете. То есть здесь я себя позиционирую именно как девочка, ну, понятно, что я мама. Для братьев мама – настоящая супергероиня. Мальчики каждый день удивляются, как ей удается все успевать. Мама – мама, она гиперактивная. Потому что успевать все, это и быть преподавателем, и праздники проводить, и, конечно же, воспитать нас – это очень тяжелая работа, и за это я ее иду. Активность и стойкость Екатерины отметила и Анна Менькова. Куратор соцблока «Края» познакомилась с семьей Фроловых. За чаем они обсудили текущие дела и бизнес многодетной предпринимательницы. Я хотела узнать, как вы живете. Вы, так сказать, семья у нас в некотором смысле подопечная. Вы знаете, что сегодня ряд государственных программ новых запущено. Вот я хочу понять, насколько вы на себе почувствовали, что эти программы появились, и как они работают, насколько вам комфортно, и какие на сегодняшний день есть проблемы, вот ощутимые для вашей семьи. Я в прошлом году от соцзащиты получила соцконтракт, как предприниматель, на покупку обладывания. А почему вы именно по социальному контракту выбрали эту сферу деятельности? Потому что у меня открыто ИП как предпринимателя. Я веду праздники, вырастила себе достойную смену. Ну, у нас сегодня примеры для многих в том смысле, что вы знаете, как в существующих условиях не просто выжить, а как еще и себе, и своей семье доказать, что если ты работоспособен, если тебя что-то в жизни увлекает, то в принципе все можно. С государственной поддержкой тем более. С государственной поддержкой тем более. Я рада, что у вас это получилось. Семью Давыдовых слышно издалека. Шесть детей, мама и папа. Ребята увлекаются музыкой и спортом. Благо, развернутся есть где. Собственный дом и двор. Они окружены вниманием и заботой. Родители души не чают в дочках и сыновьях. Уделяют им все свободное время. Отец – истинный глава семьи. Добытчик работает и зарабатывает. А мама – хранительница домашнего очага. Мама вкусно готовит. Она с нами смотрит мультфильмы. И с нами играет в футбол. Давыдовы, как и Фроловы, получили соцподдержку и потратили деньги на развитие собственного дела – клининговой компании. Анна Менькова интересуется, как семья справляется и все ли у них получается. У нас клининговая компания была тогда своей. У нас, в принципе, пылесосы были какие-то, еще что-то такое. Но мы не тянули химчистку. Диваны, ковры, матрасы – вот это вот все мы не могли делать. Когда мы узнали, конечно, мы пошли, договорились и взяли химчистку себе, взяли хороший парогенератор. Ну, вот до сих пор пользуемся, слава Богу, и было отлично, все хорошо. Вы в семье боец, не просто папа, но еще и… Ну, просто папа, скорее всего. На самом деле, еще и занимаетесь сегодня бизнесом. Насколько успешно? А, ну вот как вы считаете? Ну, хватает. Нормально, слава Богу, хватает. Очень рада с вами познакомиться. Спасибо вам. Спасибо огромное. В прошлом году такую поддержку от региона получили более 100 семей. Из бюджета на это выделили около 10 миллионов рублей. В основном многодетные родители потратили деньги на развитие личного подсобного хозяйства и своего бизнеса. Четыре семьи получили дополнительное профессиональное образование. На государственную социальную помощь, которой воспользовались семьи Фроловых и Давыдовых, могут рассчитывать не только многодетные, а все граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. Краевой закон о прожиточном минимуме и социальной помощи гражданам в Краснодарском крае действует на постоянной основе. Соцпомощь оказывается по соцконтракту. Соцконтракт Соцконтракт – это вид помощи, целевой, так скажем. Он направлен на определенные цели. Будь то переобучение или получение первичного образования. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Введение личного подсобного хозяйства. То есть, если человек хочет начать свое личное подсобное хозяйство, ему нужен стартовый, так скажем, капитал. Он может обратиться в органы социальной защиты, получить государственную социальную помощь по контракту. Контрактор прописывает на что, какие цели, в какие периоды, что он будет закупать и как он будет это делать. Вот, получить эту помощь и, соответственно, развиваться. Размер помощи предусмотрен до 90 тысяч в год. Он может быть как разовой выплатой, так и помесячно, значит, сроком от 3 до 12 месяцев. Если это помесячно, то это будет в районе 7,5 тысяч в месяц. В настоящее время на территории центрального района два гражданина смогли воспользоваться, то есть, отучиться, получить профессию и, соответственно, трудоустроиться, тем самым повысить доход своей семьи, выйти из трудной жизненной ситуации, ну и достойную жизнь обеспечить себе. Соцконтракт, это, несмотря на то, что она действует, действует не первый год, но она, можно сказать, что достаточно такое новое направление, вот, и оно как раз появилось в рамках того, чтобы граждане, которые попали в ту или иную трудную жизненную ситуацию, смогли выйти из нее. И смогли не просто получить разовую помощь, а смогли, сейчас очень модно говорить, самотрудоустроиться, да, самозанятостью заняться, да, то есть, открыть ИП, допустим, или тоже открыть хозяйство свое. Вот, поэтому, вот, в рамках этого можно рассматривать, что, да, достаточно новое направление, и оно идет в унисон времени, вот, потому что сейчас очень актуальна самозанятость, мы знаем, вот, это одно из подспорьев гражданам. Хотелось бы обратить внимание, что граждане, которые обращаются за помощью в рамках этой программы, в рамках социального контракта, значит, они должны быть малообеспечены, и если гражданин не работает, то есть, но он трудоспособного возраста, он должен состоять в центре занятости, подтвердить свой статус безработного. Госпрограмма Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» предусматривает и повышение качества жизни пожилых граждан, к примеру, с целью увеличения периода активного долголетия для граждан пожилого возраста реализуются мероприятия по организации социального туризма. В 2018 году в них приняли участие 1120 граждан пожилого возраста и инвалидов, а в 48 комплексных центрах социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов действовали компьютерные классы на 248 учебных мест, в которых в прошлом году обучена основам компьютерной грамотности 2600 человек. А еще в рамках краевой программы «Социальная поддержка граждан» реализуются мероприятия по профилактике социального одиночества. Для этого в крае установлена форма социального обслуживания граждан пожилого возраста «Приемная семья», представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства пожилого человека и гражданина, осуществляющего за ним уход. В 2018 году действовало 260 приемных семей, в которых обслуживалось 276 человек. В рамках этой программы граждане, достигшие пенсионного возраста, являющиеся инвалидами, могут быть приняты в семью. У нас в настоящее время две семьи приняли таких граждан. Работа в данном направлении ведется. То есть, конечно, есть в каждом случае свои нюансы, но есть граждане, которые желают принять, и есть, которые хотели бы быть приняты в семью. Мы с вами уже говорили о том, что это осуществляется выплата семьям, которые принимают пожилых граждан к себе. Выплата будет из краевой казны. А еще в этом году на Кубани откроется семь специальных отделений для пожилых людей, а в 60 медучреждениях появятся кабинеты, где будут лечить и заботиться о пенсионерах. В Краснодаре вице-губернатор Анна Менькова посетила геронтологический центр. Там больше 20 лет помогают сохранять жизнь и здоровье пожилых. Сейчас там постоянно находятся 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Куратор соцблока «Край» оценила условия, в которых в том числе живут фронтовики. Вера Кузьмина живет в центре уже 13 лет. Ветеран не одинок, ее часто навещает дочка, но именно здесь ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Персонал 24 часа в сутки окружает фронтовика заботой и вниманием. Бывшая радистка часто вспоминает военные годы. Она готова часами рассматривать фотографии боевых друзей и подруг. Вера Николаевна ушла на фронт в 16 добровольцам. Сначала девушку приписали к войскам ПВО, а после уже отправили в роту связи. Ветеран до сих пор помнит азбуку Морзе и как передавать шифровку. Стояли мы на посту по 4 часа в любое время года, в любое время суток. У нас был 16-кратный бинокль и личное оружие у нас было, как обычно солдаты. Винтовка была. И вот мы наблюдали бинокль за прохождением фашистских самолетов. Не то, что наблюдали. Самое главное, что нужно было опоздать точно. А немногие были названия разные. Опоздать этот фашистский самолет и передать быстро-быстро командование. Сейчас в центре находятся более 400 пенсионеров. Здесь есть отделение милосердия для тех, кому трудно передвигаться дальше палаты и секция активного долголетия. В учреждении постоянно работают более 200 сотрудников. Это врачи, медсестры и технический персонал. Пациенты помогают в бытовом плане, оказывают психологическую и медицинскую помощь. Анна Венькова смотрела процедурные, диагностические, другие кабинеты. Есть и уникальные аппараты, например, денситометр, определяющий состояние костей. А как он работает? Что, как рентген? Это как, да, рентген с малой нагрузкой. Такой мини-рентген, да, с малой нагрузкой. У нас их края всего два. Но это тоже именно для геронтологии, как вы считаете? Я думаю, да, потому что в основном стопороз развивается с возрастом. Но он хорошо дает анализ, вообще диагностику? Правильное питание – залог крепкого здоровья. Медучреждения к этому вопросу подходят предельно серьезно. Составляют меню таким образом, чтобы люди даже с больным желудком могли есть вкусную и разнообразную пищу. К каждому вы расписываете индивидуальность, правильно понимаю? Да, да, да. То есть в зависимости от назначения. В чем очень сложность большая. Не каждый даже пансионат себе может это позволить. А здесь даже вот в таких маленьких кастрюльках готовят кому-то отдельно. Индивидуально. То есть так или иначе это возрастные изменения, которые происходят. И здесь у вас каждый проживающий находится под наблюдением, я понимаю, терапевт. И терапевт уже в зависимости от заболевания назначает в том числе и диету. Как важна медицинская помощь, так и человеческое тепло. Здесь пенсионеры играют в шахматы, рисуют, читают книги. Они общаются между собой и не чувствуют себя одинокими. Анна Менькова познакомилась с подопечными центра и поздравила герой Великой Отечественной. С наступающим Днем Победы. Низкий поклон до земли за ваш подвиг. Спасибо вам, спасибо за вашу заботу. Спасибо вам, дорогой. Я вас поздравляю, обнимаю вас. Как у вас здесь дела? Как видите, у меня всегда хорошо. Ну вы улыбаетесь. А что ты тут унываешь? Мы вами гордимся, пожелать вам еще долго-долго, главное не просто жить долго, а чтобы жить еще и здоровым быть. Анна Менькова пообщалась с ветеранами, они рассказали о своих боевых подвигах. Один из пенсионеров подарил сборник своих стихов. Кто-то читал собственные строки. Подруга вечного солдата, не забывай, куда мне шла, любая русская березка из сердца мужества взошла. Теперь бессмертны те березки, им любоваться жизни новую. Полили же их вдовьи слезы, солдаты обогрили кровью. В этом центре ветераны всегда под присмотром квалифицированных специалистов. Как отметила Анна Менькова, качественный уход и своевременная медицинская помощь участникам войны должна быть в каждом подобном учреждении края. Для этого у них зарезервировано больше 300 специальных палат на 800 коек. Если говорить о мерах соцподдержки в целом, то в крае это еще и десятки выплат, субсидий и компенсации. Одна из субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Кто имеет право на эту субсидию? Субсидию имеет право оформить граждане Российской Федерации. В данном случае у нас место жительства которых Краснодарский край, потому что там обязательно должно быть определено место жительства. По временной регистрации субсидия, к сожалению, не назначается. И если расходы граждан или семьи превышают 22% от совокупного дохода семьи. А для многодетных семей по заданию краевых властей уменьшили до 15%. То есть, соответственно, для многодетных семей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг преимущественно оформлять, чем нежели это другие семьи. То есть это большое подскорие для таких семей. За оформлением субсидий граждане обращаются в соцзащиту по месту жительства, либо через МФЦ, в данном случае в городе Сочи. Субсидии назначаются сроком на 6 месяцев. По окончанию выплаты субсидий заявитель обязан предоставить, то есть отчитаться за этот период 6-месячный. Наше управление занимается назначением и выплатой не только МФЦ с поддержкой семьям с детьми. Мы также работаем с льготной категорией, которые имеют льготные статусы, имеют на руках документы установленного образца, в соответствии с чем нашими краевыми законами, федеральными законами установлены компенсационные выплаты по расходам взамен льготной ЖКУ. Это тоже огромная работа нами проводится. Все льготники охвачены нашим вниманием. Назначаем, выплачиваем компенсацию, тоже по законодательству. Поэтому все у нас, получается, и семьи, и пенсионеры, и льготники, они все охвачены выплатами. У нас есть краевая выплата, компенсация на полноценное питание беременным женщинам. Потом эта категория после рождения ребенка переходит в кормящую маму, компенсация кормящей маме на полноценное питание. Потом переходит уже от кормящей мамы, когда маму перестает кормить, переходит в компенсационную выплату ребенку до 3 лет. Ну и так же, как при рождении ребенка, в случае, если мама у нас не работает, два родителя не работают оба, то единовременное при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, если в семье родился первый ребенок, они все идут эти пособия оформлять через управление соцзащиты, по месту жительства или через МФЦ. Если семья становится многодетной и рождается третий ребенок, к этим выплатам, если там они работают, еще добавляется у нас ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, которая в размере 10 тысяч, и она выплачивается детям до исполнения 3 лет. Также у нас есть краевой капитал материнский в размере 100 с лишним тысяч, которые могут распорядиться мамочке им, так же как федеральным, на улучшение жилищных условий, на образование детей и на газификацию. Также у нас есть специализированное питание в виде сухих смесей для малообеспеченных детей, то есть семьи которых получают детское пособие. Эти смеси назначаются до исполнения 6 месяцев, но тоже очень много у нас семей получают эту выплату, и спасибо губернатору нашему за принятие таких законов великолепных, и граждане наши очень довольны всеми выплатами. И когда особенно многодетные приходят, ты им рассказываешь, что вот вы сейчас приходите, и вам положено там 9 выплат. Они такие счастливые, уходят, вот просто получаешь удовольствие от работы. В этом году большая часть из краевой казны будет направлена на развитие социальной сферы. Расходная часть бюджета Кубани на ближайшие три года увеличится на 27 миллиардов рублей. За изменения в главный финансовый документ края единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В работе заседания сессии ЗСК принял участие Вениамин Кондратьев. От изменений в градостроительном кодексе края до дополнительных мер социальной поддержки. На повестке кубанских депутатов сегодня 40 вопросов. Но, пожалуй, самый основной из них – поправки в расходную часть бюджета на три года. Краевая казна пополнится на 27 миллиардов рублей. И большая часть из них будет ориентирована на социальную сферу. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставалась регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни, отметил губернатор. Также отмечу, что в этом году два социальных проекта Краснодарского края вошли в топ-100 лучших региональных практик страны в сфере защиты семьи детства. Это проекты «Взгляд в будущее» от Радненского комплексного центра социального обслуживания населения заявлены в номинации «Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». И программа психолого-педагогическое сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краевого методического центра Министерства труда и социального развития в номинации «Поддержка приемных семей». На сегодня это все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. В студии была Инга Габеши. Всего вам доброго.